Большинство из тех людей, о которых мы говорили до настоящего момента, это мужчины. Поэтому я подумал о том, чтобы выявить женщину какую-то. Я выбрал одну, о которой, возможно, вы не так часто слышали. Мы только говорили о Джоне Уэсли. Как насчет его мамы? Сузанна. Сузанна Уэсли. У меня нет даты рождения смерти Сузанны, но по-любому. Она родилась до рождения Джона Уэсли. Ну, как вы уже знаете, она мама Джона, Чарльза, Чарльза. Если люди что-то знают о ней, так это один или два факта. Первый факт. Мама Джона Уэсли, Джона и Чарльза Уэсли. И она родила девятнадцать детей. У нее было девятнадцать детей. Даже с этой точки зрения она уже герой. В моих глазах. Даже нельзя представить себе, как это было. И сама она была выходцем из большой семьи. Она была двадцать пятым ребенком. Дочь проповедника. Поэтому нужно почтить женщин. И ее отец тоже был диссидентом. То есть, можно сказать, он отходил от тогдашней государственной церкви анкликанской. В тринадцать лет Сюзанна решила не посещать церковь своего отца, церковь диссидентов или отступников. И она снова возвратилась в анкликанскую церковь. И в том возрасте она была уже независимой такой. И уже у нее свои идеи были. И один из проповедников, который приходил в гости на изучение Библии ее отца, стал ее мужем. Его звали Самуил Уэсли. Она росла замуж, когда я была двадцать. И ему было двадцать шесть. Брак Сюзанны и Самуила был интересной смесью посвящения, любви. Споров, посвященности и обоюдной веры в Богу. Как и некоторые женатые, замужние, и некоторые из нас это знают, у них были некоторые жаркие споры, жаркие дебаты. Ну, мы знаем, что такого с нами не происходит. Не так ли, мужья? Вопросительный знак. А на почве каких-то политических разногласий Самуил ушел на несколько месяцев. И ребенок, который родился после этого, был Чарльз Уэсли. Джон Уэсли. Я думаю, что основная причина вот этой напряженности между ними в браке было то, что у них была сильная воля. И обычно среди пар кто-то будет отказываться от своего ради сохранения мира. Но постоянно, периодически у них каждый отстаивал свое. Как и в этом случае. И можно сказать, как бы напрямую, так, в прямых терминах, что были оба твердолобые. И после чего взлетали искры в воздух. Или же фейерверки. Но благая весть вот в чем. Что Самуил и Сузанна всегда над этим работали. Всегда возвращались обратно и подтверждали свою преданность друг к другу и любовь. Да. После смерти Самуила и до того, как Сузанна умерла в эти годы, она часто ощущала присутствие мужа, как она говорила. Но один из результатов их брака стали 19 детей. Девять из которых умерло в возрасте до двух лет. А десять как бы остались. Не знаю, что это означало для нее, потеря от стольких детей. И несмотря на это, все так же сохранять веру. И те десять детей, которые выжили, очень, можно сказать, побуждают нас восхищаться. Ее единственная цель в воспитании детей, в том, чтобы довести их до взрослости, до взросления, в том, чтобы они почитали Бога. И она очень была сфокусирована на этой цели. И всю свою волю она направляла на воспитание детей. Воспитание, чтобы они следовали за Христом. У нее было 16 правил, которые она использовала в доме. Не только для того, чтобы хорошие манеры в них выработать. Также воспитать посвященных последователям Христа. Интересно, посмотрим, какие из этих 16 правил вам понравятся. Первое правило. Нельзя кушать между приемами еды. Основными приемами пищи. Три приема пищи и никаких снеков, никаких перекусов. Согласимся ли мы с этим? Второе правило. Все дети должны были быть в постели к 8 часам вечера. Начиная с самых младших. Никаких жалоб? Третье правило. Должны принимать таблетки без каких-то капризов. Основной источник таблеток в то время был рыбий жир. И здесь есть такая сноска, такая цитата в кавычках. Иногда они вырывали. Четвертое правило. Подкорить волю, подчинить волю ребенка, ну, эгостичную волю ребенка. И работать вместе с Богом для того, чтобы спасти душу ребенка. Никаких жалоб? Пятое правило. Научить ребенка молиться, как только он начнет говорить. Во-первых, молитву Отче нас. Два раза в день. И потом другие молитвы. Строгая дисциплина. Шестое правило. Все должны быть спокойными, спокойно себя вести во время поклонения семье. Я хотел бы добавить от себя. Очень грустно. Иногда бывает, что такое обычае исчез. В то время был такой обычай, после вечернего ужина. Вся семья. Молится. Поет гимны, либо читает. Я думаю, что это может быть ключ к тому, чтобы семья оставалась вместе. Для этого нужна дисциплина. И также нужно это время, специальное время выделения для такого. И мы с семьей еще этот принцип начали применять, когда наши дети были маленькими. И один раз в день мы встречались с семьей, когда молились. Также делились с чем-то. И также пощали детей, чтобы они рассказывали, какие у них проблемы, о чем они беспокоятся. Это было очень удивительно. Может быть, это уже было где-то 10 лет назад. Или немного больше. У нас был такой обычай, либо правило, что когда наши девочки выходили замуж, или собирались выходить замуж, у нас такая была дискуссия. Также я общался с будущими зайтиями. Помню, они потом говорили, после. Мои коленки дрожали, когда я обходил. Я был очень консервативным. И я наставил, если какой-то молодой парень заинтересован моей дочери, то пускай сначала придет и поговорит со мной. Таким образом, много волков осталось снаружи. Но также у меня было общение со своими дочерьми. И в этих общениях мы много вопросов решали. И очень четко я говорил им две вещи. Как только они выйдут замуж, что ответственность по их защите, или что теперь мужья должны будут их защищать, после женитьбы. Я всегда был для них доступен, даже после. Но ответственность теперь переходила на их мужей. И второе, что я делал, я просил у них прощения. Если я что-то сделал или сказал, что их обидело, сделало рану. И во всех этих случаях ничего такого не возникало. Но то, что они сказали, то, что они будут скучать за тем временем нашего семейного общения и молитвы. И интересное вот что, что когда они потом в гости приезжали, то почти каждый раз, первый же вечер, их пребывание уже, когда гостят у нас, спрашивают, что будет ли у нас время общесемейное для поклонения и молитвы. И поэтому такая традиция продолжается, когда они приезжают к нам в гости. И присоединяются к всему этому все внуки. Я могу вас поощрять. Если вы женаты, замужем, или у вас есть дети, практикуйте это. И если не женаты, или вы женитесь, помните, что это может быть хорошим временем формирование семьи. Также это защитой является. Поскольку, если даже что-то произошло в течение дня, каждый день, мы можем это прояснить и представить перед Богом. Поэтому это шестое правило Сюзанны, это семейное поклонение. Я думаю, что это очень важное. Седьмое правило. Не давать чего-то, о чем они ноют. Это понятно? Были ли вы когда-то в супермаркете с маленьким ребенком? Я хочу это. И видишь эту маленькую девочку или мальчика. Идет он по ряду. И обычно они плачут из-за того, что не получили то, что хотели. И нужно смотреть, чтобы не научить ребенка плакать в этих случаях. Потому что так будет продолжаться и дальше. Один раз они этого добились, то и в следующий раз тоже будет. Поэтому давайте им это, когда они просят об этом, вежливо. Мой внук Айарон понял этот урок. Научился. Поначалу, как только он приезжал в гости, он говорит, папе, я хочу это. Я бы говорила ему. А какое волшебное слово. Он смотрит на меня. А потом опять, папе, я хочу это. Я говорю, ну хорошо, тогда правильно нужно попросить. Ты не можешь этого требовать. Это он и делал. Но ты просишь это. Папе, можно, пожалуйста, взять это? Пожалуйста. Волшебное слово. Пожалуйста. И не ушло уж так много времени на это. Два-три раза. И потом он понял, что это единственный путь, с помощью которого он может что-то получить от меня. Окей. Восьмое правило. Да. Да. Я просто... Look how I wrote this here. Для того, чтобы предотвратить всякую ложь, обман, не наказывать за вину, за вину, которое исповедано и которое покаялись. Вы понимаете, что это? Не совсем. Нет. Окей. Когда ребенок сделает что-то, и вы спросите, что ты это сделал? И для того, чтобы избежать наказания, он будет лгать. И скажет, нет, не я. Но если вы спросите ребенка, ты это сделал? И он скажет, да. И я сожалею. То тогда лучше не наказывать. Просто поговорить с ребенком. И сказать, хорошо, что ты сказал об этом, и сказать, что не надо этого больше делать. Потому что если вы так не будете поступать, и как-то накажете его, то тогда в следующий раз он будет лгать. Это понятно? Очень важный тоже момент. Девятое правило. Никогда не позволять какому-то греху остаться безнаказанным. Что это значит? То, что они делают, уже заранее знают, что это неверно. Если вы сказали ему, что это нельзя делать, это неправильно. И затем они добровольно это делают. Они решили своей воли, хотя это неверно. то тогда необходимо наказание. После. Десятое правило. Возможно, некоторые не согласнятся с ним. Научите ребенка бояться розги. Шлепайте их ранее, не обязательно позже. Если они сделают что-то, что заслуживает шлепки, тогда нужно это сделать быстро. Но не в гневе. И в большинстве европейских странах это преследуется по закону страны. Страны. Сделайте, на вас донесут в полицию, и потом могут вас арестовать. Насилие над ребенком это называется. Официально. Одиннадцатое правило. Не наказывать ребенка дважды за какую-то провину. То есть, как только решили проблему, то не надо снова поднимать это. Потому что, когда вы один раз наказываете, очень хорошо тогда он будет понимать Бога, видеть Бога. Двенадцатое правило. Комментируйте и вознаграждайте хорошее поведение. Это называется «позитивное исправление психологии». То есть, делайте этот акцент на хорошем. Тринадцатое правило. Также любая попытка угодить со стороны ребенка нужно тоже комментировать. Нужно ее комментировать. И поэтому комментирование, даже попыток сделать что-то хорошее, что-то доброе, это тоже очень хорошо помогает. Четырнадцатое правило. Защищайте права собственности, даже если это, даже если она относится к каким-то маловажным деталям. Это означает, вот мои часы, они принадлежат мне, поэтому нельзя просто их так взять. Например. Пятнадцатое правило. Строго соблюдать все обещания, данные. Если что-то пообещал, нужно это сделать. Это также хорошие уроки для нас. Будь осторожен, что ты говоришь. И Писание об этом же говорит. А если что-то пообещал, то нужно сделать. Шестнадцатое правило. Шестнадцатое правило. Ни одна дочь не должна работать, прежде чем она научится читать. Они должны научиться латыни и греческому. И другим также предметам. На образование уходит шесть часов в день. Начиная с пятилетнего возраста. Это были ее шестнадцать правилов для домашних. И что мы видим, результат всего этого? Свидетельствие ее личных детей это удивительная последовательность, которой она придерживалась. И так же мы видим, все они следовали за Ишуа. И все они были верующими. Особенно Чайлз и Джон, которых Бог очень использовал. Поэтому, даже если мы думаем, это очень сильная дисциплина, она привела к очень хорошим плодам. И это идет против всего того, чему учат в наше время. Но это по-библейски. Они точно знали, что от них требовалось. И что бы произошло. Она свободно давала свою любовь и позитивную оценку. И к своему материнству она подходила как к удивительному виду владения, данное от Бога. Владение над десятью вечными судьбами. И она верила, если она хорошо исполнит эту работу, и ее дети будут следовать Божьими путями, то они также будут с ней на небесах всю вечность. И это можно говорить о ее личной вере в Бога, которая началась в ее ранней, юной жизни. Она очень сильно верила в ежедневную молитву. И когда она не могла найти места какого-то удиненного для молитвы, она накрывалась фартуком. И это был знак для детей, что им нужно замолчать. Мама молится. И один интересный случай был в ее жизни. Когда Самуил, муж ее, уехал почти на год. То ли его отправили в тюрьму за долг, то ли слишком длинное служение было в Лондоне. А? И в соответствии с Сюзанной было трудно иногда определить, то ли это тюрьма, то ли это служение. И пока он отсутствовал, то он поставил другого пастора во главе. во главе. Но проповеди этого пастора были такие плохие. Но проповеди этого пастора что там нужно больше духовного ободрения. Поэтому начала после обиденно служение в своем доме, когда она читала проповедь, проповедовала, и они пели, молились. Слухи распространялись, или реклама пошла о том, что проходит такое служение. В конечном итоге уже 200 человек приходило в ее дом по этому случаю. А тот пастор, которого оставил вместо себя муж, он, конечно, очень сильно разозлился из-за этого. А? И пишет ее мужу, и говорит, ну, остановить ее надо. После нескольких некоторых переписок туда-сюда, Сузанна пишет, что, ну, остановлю, прекращу проводить эти послеобеденные служения. Если Самуил ее муж возьмет обязанность за каждую душу в день суда. Самуил ушел от темы, а Сузанна продолжала проводить служение. Ну, вот такой она была женщина, и на этом мы остановимся. Но все-таки это удивительное служение. Аминь. Свидетельствую.